Это Вести без Киселева, наш совместный проект, Ермак Медиа и реальной журналистики. Попытка отравить трусы Навального с треском провалилась. Пока на этой неделе вся страна обсуждала значимость оппозиционного политика, а он оказывается реально настолько крут, что его белье стирают сами ФСБшники, в России произошло много интересного, как всегда гаденького и как всегда антинародного. Пока Кремль судорожно записывает под фамилией Навального новое его кодовое имя, пранкер, россияне после полученных 5000 свой Новый год решили отметить со своим любимым президентом. Вы не поверите, но почти 50% опрошенных к себе за новогодний стол пригласили бы именно главу государства. Именно так триумфально о заработанных 49% кричали все провластные СМИ. А я думаю, рано радуетесь, я вам больше скажу, я даже отчасти понимаю голосовавших, ну потому что одни из них искренне хотят показать свой шатающийся новогодний стол с кусочком масла на черством хлебе, ну или угостить его салатом из имитации краба и соленой кукурузы. Это для него точно будет деликатес. Другие мечтают увидеть президента, чтобы задать ему главный вопрос, как вам живется-то в стране, где каждый второй, ну вас, мягко говоря, недолюбливает. А третьи, знаете ли, ведь и чаек заварят, и синие трусики в подарок завернут. Это я еще молчу про старинную русскую традицию, нажраться и начать выяснять, кто кого уважает. Там тоже последствия, знаете ли, разные могут быть. Так что я бы на месте федералов, это я сейчас про СМИ, хорошенько бы призадумалась и не стала бы так открыто демонстрировать свое узкомыслие. Друзья, но идея-то хорошая. Напишите мне в комментариях, кого из известных людей, политиков, актеров, общественных деятелей и так далее, вы бы пригласили к себе на чай. Ну и почему? Обменяемся мнениями, лучше узнаем друг друга. Есть ли жизнь без Ютуба? Чем черт не шутит, а попрощаться нам с вами все-таки заранее стоит. Генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей на этой неделе заявил о возможности закрытия в России видеохостинга Ютуб. Я напомню, Госдума приняла уже во втором чтении законопроект о запрете цензуры со стороны интернет-порталов. Блокировку будет инициировать Генпрокуратура по согласованию с МИД России. А кто-то, собственно, сомневался в том, что закон пройдет все три чтения? Я вот точно нет. Это же не инициатива справедлива Росса Шейна, который предложил назначить россиянкам зарплату за воспитание детей. Если это был не классический популизм, то хотелось бы продолжение банкета. А то пока, где начались разговоры об этом, там и закончились. И сразу вспоминаются те 50 рублей в месяц, которые государство щедро платит матерям, осуществляющим уход за детьми с полутора до трех лет. Ну, и по поводу 18 вы, конечно, загнули, потому что, ну, всем же в России известно, да, что дети это только до 8 лет, и только им и полагалось новогоднее пособие. А в 9 ты уже самостоятельная личность, отвечающая за свои поступки. Совет номер один. Чем ходить и побираться и просить деньги, лучше укради. Ну, и пока в России не переведутся чиновники, дающие обратную связь в виде «государство вам ничего не должно рассчитывать», хоть на какую-то адекватную помощь, наверное, все-таки не стоит. Потому как только мы начали забывать ясные очи Ольги Гладских, как ее место тут же заняла чиновница из Удмуртии с коронным вопросом «Вы для государства рожали? Как родили, так и обеспечивайте». Со следующего года зарабатывать в России будет даже Телеграм. Об этом сообщил глава компании Павел Дуров. Канал, как и прежде, останется абсолютно бесплатным для пользователей, но станет привлекательнее с точки зрения бизнес-функции. Подробнее с нововведениями уже познакомились мои коллеги в материале на нашем сайте «Ермак.дефис.медиа.ком». Заходите, информация в программе и на сайте не дублируется. Страх затмил разум. В МВД принято решение о создании так называемой киберполиции. Инициатива принадлежит главе МВД Колокольцеву. Создание нового подразделения вызвано ростом уровня киберпреступности. Причем фигурантами потенциальных уголовных дел является почему-то молодежь. Ну а кто бы сомневался, ведь напугать их натовскими ракетами не так-то просто. Да и в обещания лучшей жизни они уже не верят. Они давно сформировали свое устойчивое мнение на этот счет. Власть всегда в руках мафии, бандитов, криминалов, коррупционеров. По мнению замглавы МВД России Зубова, люди, находясь в изоляции, начали больше смотреть и читать. Но не пропагандистов и федеральные каналы, а ютуб, который давит на них свои деструктивные информации. Уловили, да? Я деструктивна. А Соловьев конструктивен. И не перепутайте. Естественно, подобное ноу-хау – это дело времени и денег, а их понадобится немало. Ну это тоже, да, все поняли. Но также придется и повышать квалификацию сотрудников правоохранительных органов. Людей вокруг мало. Работать не с кем. Одни кретины. Оттого и бардак в стране. Ну как минимум нужно объяснить им, что такое фишинг. А потом объяснить, как с ним эффективно бороться. Потому что как в нашей стране борются со свободой мысли, и так всем понятно. Не получили и вышли. Пожалуйте, бриться. А вот что-то посерьезнее – это ж напрягаться надо. Думать. Чего делать в стране любят далеко не все. Ну не будем о грустном. Вдруг благодаря киберполиции мошеннические действия с банковскими картами и правда перестанут быть способом обогащения. Умом я понимаю, что это лишь мое воображение. А это можно считать преступлением против человечества? Или вы все еще верите, что в стране, где принимаются антинародные законы, кто-то действительно будет проявлять заботу о здоровье россиян? На этой неделе стало известно, что Минздрав внес вакцинацию от ковид в календарь профилактических прививок. В приказе ведомства от 16 декабря четко прописано, кто и в каком приоритете должен быть вакцинирован. Соответствующее распоряжение министерству дал премьер-министр Мишустин. То есть прививка от ковид, которая раньше была добровольной, теперь становится принудительно обязательной. Наряду с корею, гепатитом, гриппом, туберкулезом и так далее. Нет, конечно, у вас остается право отказаться от вакцинации, но мы же взрослые люди и прекрасно понимаем последствия. Вас, например, могут попросить уволиться с работы, если вы медик или учитель. Ну или отказать в приеме на работу без соответствующей прививки в прививочном сертификате. А что потом? Бесправки запретят вылеты в другие страны? Вход в общественный транспорт, в магазины и так далее? Так я вам скажу, что уже сейчас журналист не может войти ни в одну организацию на брифинг или на интервью без справки об отсутствии заболевания. Вскоре эта практика распространится и на остальных россиян, но уже по поводу прививок. А вы, кстати, знаете, что привет из Великобритании нам передает уже совершенно новая разновидность вируса. И вот тут хочется поставить вопрос о целесообразности проведения вакцинации вообще. Ну а если бы Минздрав действительно боролся за здоровье населения, он бы давно уже обратил свое внимание на количество ввозимого в Россию пальмового масла. Ну и как следствие на рост онкологии, инфарктов и инсультов. Вот такой была эта неделя в России. Друзья, а я напоминаю, что наш канал называется Ермак Медиа. Переходите по ссылке в описании, подписывайтесь, выражайте симпатии, пообщаемся. Помимо меня на канале есть и другие проекты, в том числе интересные журналистские расследования. Так что каждый найдет для себя что-то интересное. Ну и добавляйтесь в друзья, мы есть во всех соцсетях. Я благодарю вас за внимание, всех люблю, пока-пока.